от пациентки в 2019 году были боли в ноге после обследования и биопсии в цитоим н.н. приорова был поставлен диагноз фиброзная дисплазия левой большеберцеовой кости последний раз наблюдалось в 2020 году в связи с ковидом был перерыв в наблюдении в этом году опять стали беспокоить боли но не столь в костях сколь по поверхности ноги в мышцах сделали у нас к т поехать на консультацию не могу наши сказали что все нормально хотелось бы чтобы вы описали это карта и но это конечно глупый вопрос но когда непонятно хотелось бы объяснения на снимках прошлых я не видела этих мелких пятен по мышцам это сосуды тогда почему светятся отдельными точками или что это консультативное заключение по представленным катетом а граммам пациентки 65 лет дата исследования 23 05 2023 год область исследования левая голень при анализе результатов использованы построения в аксиальной сагитальной и фронтальной плоскостях трехмерная реконструкция на 35 миллиметров ниже суставной поверхности большеберцевой кости визуализируется образование овоидной формы размером 19 на 17 на 54 миллиметра плотность образования до плюс 270 плюс 285 ху контур образования осифицирован целостность прилежащего картикального слоя сохранена данных за деструкцию нет на 245 миллиметров ниже суставной поверхности большеберцевой кости визуализируется два аналогичных образования размерами 14 на 9 на 20 миллиметров и 12 на 9 на 18 миллиметров свежие косно-травматические изменения не выявлены мягкие ткани голени не изменены к т признаки наличия патологических образований в них не выявлены целостность ахиллова сухожилия сохранена заключение к т картина образований левой большеберцевой кости более вероятно фиброзная дисплазия к т архив не представлен динамику не оценить 8 декабря 2023 года к м.н. доцент котов м.а. заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными комментарий врача рентгенолога образования в большеберцевой кости имеют все признаки доброкачественности плотность как у хрящевой ткани по всей видимости это фиброзная дисплазия мягкие ткани голени мышцы подкожная жировая клетчатка кожи не изменены каких-то образований там нет вам нужно наблюдаться у онколога с этим и 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